котлеты из рыбы из щуки и толстолобика 50 на 50 мы взяли и рыбу превратили вот такой прекрасный фарш как это сделать вы можете посмотреть на нашем сайте и на нашем канале морские рецепты кроме рыбного фарша и щуки и толстолобика вы можете лев был взять фарш из горбуши и киты чтобы приготовить котлеты процесс изготовления один из лучших чтобы котлеты получились сочными и вкусными мы добавляем туда лук мелко шинкуем его обжариваем на сковородочке и добавляем фарш добавляем сырой картофель вымоченный хлеб где-то примерно 200-150 грамм на пол кило фарша молока где-то пол стакана добавляем манной крупы полторы две столовых ложки чтобы фарш то есть котлеты стали более пышными и добавляем зелени укропчика и соответственно надо посолить наши котлеты и поперчить свеже помолотым черным перцем и добавляем еще одно яичко обычно в котлеты из рыбы добавляют маску сливочную где-то 50 грамм на пол килограмма рыбного фарша но мы обычно добавляем масло шпиф примерно так же если его разделать получится 50 грамм на пол килограмма рыбного фарш выкладываем в тарелочку белый хлеб такой мягкий и заливаем его молоком желательно чтобы он впитал по тельбе молоко пускай наш хлеб набухает в молоке а сами тем временем будем обжаривать лук на полную мощность плиту электрическую или газовую плиту ставим в сковороду лягунную желать наливаем растительного масла начинаем шинковать лук для того чтобы его обжарить до нашей котлы шинкуем вот такую горлу лука специально для наших вкусных котлет из салона и щуки чистим картофель и подготавливаем сало шпик для того чтобы добавить наши котлеты из рыб срезаем его аккуратненько от шкурки освобождаем оставляем одну мехать сало с салом котлеты получаются очень вкусные и сочные это проверено уже много раз особенно когда готовим из таких рыб как лососьовые кируй, форель, ледок добавляем сальце поэтому котлеты становятся более приятными сочные превращать в фарш наш пик мы будем через блендер поэтому мы его режем на такие небольшие кусочки и картофель там же через блендер порубишь поэтому режем его так же сковородка нагрелась выкладываем лучок на сковородку мелко шинкованный и припускаем его помешиваем ее деревянной лопаткой очень удобно кстати берем такой агрегат под названием блендер выкладываем туда картофель салон пик чтобы не включать мясорубку электрическую просто берем на блендере и рубим его на шпиле картошку на мелкие куски получили вот такую вот размазню и добавляем туда наше размягченное в молоке хлебные корки и опять включаем наш агрегат наш лучок уже превращается в такой золотисто прозрачный цвет замечательный лук берем теперь зеленый лучок вместе с укропчиком шинкуем его уже мелко шинкуем добавим запах укропа не передавая получаем вот такую гору вы смотрите морские рецепты петрак да королевонов на канале морские рецепты от петра да королевонов заходите к нам в гости подписывайтесь ставьте лайк и оставляйте хорошие комментарии даже вы можете посетить наш сайт work баррада королевона учим class если вы найдете наше видео не на нашем сайте это видео кто-то уже у нас коммуниздило ну ничего страшного можете посмотреть там потом найти нас наше хорошее видео на sonypk.com. Очень просто запоминается. Фирма Sony, которая производит фотоаппараты, потом идет kpk.com. Приходите, мы ждем вас, драгоценные наши друзья. Для панировки наших котлет из рыбы, щуки и толстолобика используем вот такие сухари. Сухари очень хорошие в производстве Республики корень. Не рекламируем, а просто советуем использовать. И сухари не чернеют при жарке, как обычно. И тогда основной продукт, который мы жарим, рыба или, допустим, котлеты, они не подгорают. Складываем фарш из рыбы, щуки и толстолобика прямо царную, такую большую, в тарелку, чтобы все поместилось. Добавляем зелень. Добавляем прямо из блендера картофель. Добавляем одно яичко куриное, свежее. Добавляем две столовых ложки манки. Добавляем соли, ложечку чайную. Перчим свежепомолотым перцем черным. Получили вот такой пирог. Что-то перемешиваем. Запах пошел от перца замечательный. Котлетный, настоящий котлетный перец. Прямо со сковородки берем обжаренный лучок, добавляем наши котлеты. Запах всего только не рыба, но запах замечательный. Кажется, что уже будто готовый. Что получим, то посмотрим. И попробуем. Берем чудо-мешок с чудо-сухарями. Открываем его и из чудо-мешка с чудо-сухарями насыпаем тарелку для панировки наших котлет. На разогретую сковороду наливаем растительного масла и ждем, чтобы оно было горячее. Одновременно включая бобовой шкаф на прогрев. Берем наш фарш, как в детстве. Лепили пирожки, лепим теперь котлеты из данного фарша. Берем, опускаем котлету в сухари, тщательно ее обваливаем в сухарях и выкладываем такую сочную котлету на сковородку. В сковороде она уже шипит. Так, лепим пирожки, тупишь котлеты. И в сухарях выкладываем все это не спеша. Самое главное, чтобы не ошпариться. Выложили на сковородку котлеты из щуки и толстолобика. Обжариваем до румяной корочки с обеих сторон. Не старайтесь их дожарить до самой кондиции, так как лучше их потом завести в духовом шкафу. Обжарив с одной стороны котлеты, мы их переворачиваем на другую сторону и обжариваем до такой же румяной корочки. Периодически добавляем растительное масло, если ее не хватает на сковороду. Противень духового шкафа и аккуратненько берем кисточкой силиконовое, намазываем его растительным маслом. Чтобы наши котлеты не прилипли в этот противень. И извлекаем наши котлеты со сковороды на противень духового шкафа. Котлеты получились такие румяные, но внутри они еще не до конца дошли. У кого нет духового шкафа, те могут взять просто накрышкой эту сковородку и пропарить их хорошенько на готовность. Но лучше в духовом шкафу, потому что они тогда не раскиснуты, и более вкусные такие хрустящие. Выкладываем последнюю котлету на противень. Берем этот противень, открываем микроволновую печь и помещаем ее в духовой шкаф. Включаем мощность 600, гриль и микроволновые волны и включаем на 5 минут. По прошествии 5 минут открываем духовой шкаф, то бишь микроволновую печь. И вынимаем наши шикарные котлеты и щуки толстого. Вот такие получились румяные котлеты. Приятного аппетита вам от Петрада Королевой. Берем котлету и выкладываем на красивую тарелку для сервера. Добавляем рисовую кашу с яйцом, очень вкусная рисовая каша. Добавляем маринованные капусты, а можно свежие. Добавляем веточку зелени. Кто любит красный соус, добавляем красный соус. Ну а кто любит белый соус с горчицей, можно добавить белый соус. Получили вот такое шикарное чудо-блюдо. Котлеты из щуки с толстого. Приятного аппетита от Петра до Королевода. Приятного аппетита!